Все, запись у нас пошла. Всем привет еще раз. Сегодня мы с вами рисуем практику. Практика у нас называется Дровосек. И на этом задании у нас будет задача еще раз отработать оверлепы, вот то, чем мы сейчас занимаемся, только уже не в механике, а именно вот как персонаж любится с верлепом. То есть мы будем рисовать персонажа, который колет полежки на пенечке. И вот этот вот замах топором будем делать. Так, я вам немножко нарисовала, что надо будет тут вначале. С чего мы обычно начинаем сценку, кто мне скажет, кто уже рисовал. С тамнейлы. Все правильно, с тамнейлов. И я вам нарисовала основные позы, которые сегодня у нас будут. Пока я объясняю, вы можете их себе быстро где-то на листочке бумаги или у себя там файлики зарисовать тоже, потому что я потом это выключу, чтобы просто они у вас остались. Не обязательно рисовать прям один в один такие позы, но смысл поз, он должен сохраниться для того, чтобы у вас получилось вот это вот движение, этот удар. Начинаем мы с исходной позы, где персонаж у нас стоит и готовится к удару. Она может быть такой, как я нарисовала, то есть топор можно вынести вот сюда вот на силуэт, чтобы он не сливался с основной фигурой. Он может держать его вот здесь где-то. Ну, как бы как он держит, неважно, но смысл в том, что топор у него еще внизу. Он опущен, ничего не поднимает у него. Вторая поза – это замах. Начинает поднимать топор, то есть еще где-то он внизу, но уже персонаж сам тянется наверх при этом. То есть движение начинается от корпуса, руки, они немножко отстают. То есть корпус уже пошел наверх, ну, как бы движение спиной, там волна такая вот сюда вот идет. И руки начинают подниматься, при этом как бы угол наклона топора, то есть он не вот так вот поднимает топор, а топор, он тянется вниз еще, то есть он еще отстает. Вот это важно. Это вторая поза на этом движении, когда топор уже наверху, то есть там тут может быть еще какие-то индитвины, типа он его поднимает, но это уже профазует и потом. То есть следующая поза, где топор наверху, но тоже видите, да, что вот это вот общая арка движения, топор еще отстает, то есть он не вот здесь. Вот эта как бы линия рук и топора, она вот такая, а не углом. Зарисовывайте лучше, хотя бы буквально вот какими-то подчеркушками, чтобы вы потом не запутались. Следующая поза – это самый большой стрейч, то есть это, по сути, вот этот наш вытянутый мячик, где у него руки и спина, и ноги, они вытягиваются все в одну линию, не обязательно как вертикальную, то есть он может быть туда, там с замахом как-то больше отклоняться. Но смысл в том, что он в этой позе максимально вытянут, и вот тут происходит вот эта вот доводка топора, когда он уже как бы тянется, и топор доходит до какой-то крайней точки. В общем, это у нас ключевая следующая поза, по сути. То есть здесь у нас вот эта ключевая поза, потом у нас идет подготовка, ну вот этот вот подъем топора – это подготовка для движения. И следующая ключевая поза – это сам замах. Да, еще раз повторю, что тут вытянуты у него руки и ноги, и топор уже назад уводится. И вот здесь как раз надо довести позу. Вот помните то, что я вам объясняла на драконе в прошлом занятии, когда вы делаете вот этот вот маленький интервал, на котором поза доходит, и это позволяет вам ее как-то еще расфазовать, то есть вы даете больше тайминга на эту позу, и у вас как бы больше времени. И после этого идет как раз контраст, то есть здесь медленно. Вот, а следующая поза – это удар, где она пускает топор. Ну, не удар, а еще как бы опускание, она происходит быстро. То есть здесь доводим позу, и дальше он бросает топор вниз. Следующая поза тоже ключевая – это, собственно, сам удар, где топор у нас падает, и полежка разлетается. Полежку надо на другой слой. Ну, вообще, полежка вот эта, его лучше делать сразу отдельным слоем. То есть у вас будет пенек один слой, второй слой – полежка, третий слой – ваш дровосек. И когда он ударяется, надо нарисовать вот эту вот разлетающуюся полежку, чтобы оно у вас тоже было проанимировано. Вот здесь вот в этом моменте, когда он опускает топор, еще можно делать как раз вот эти вот спидлайны, то есть чтобы еще быстрее происходил удар. Так у меня он что-то близко стоит, правда. Надо его, наверное, подальше ставить, чтобы, типа, вытянутые руки, если были, то топор можно делать такое, как бы поискать, где тут будет этот топор. И тоже, помните, я вам говорила, когда проходит середину, вот как принцип маятника, то есть вы можете не посередине эту позу делать, а, допустим, уже ближе к низу, и за счет спидлайнов он у вас захватывает серединку. Вот тут вот, тогда движение будет нормально читаться. То есть здесь у нас, по сути, вот, если рисовать по интервалам, вот тут у нас начинается разгон, тут быстрый проход и удар. Вот как тяжелый мячик падает, тоже похожий принцип. И после того, как он ударил, у вас есть два варианта дальнейшего развития событий. Вы можете либо делать цикл, и тогда вы выходите, он снова начинает поднимать топор, и вы возвращаетесь вот к этой вот позе. То есть вам надо как-то замкнуть это движение. То есть тут еще будет одна дополнительная какая-то, дополнительная ключ, и вы выходите в цикл. И каким-то образом у вас снова появляется полежка на бревне. Можно просто там появить, я не знаю, может быть, вы захотите дорисовать какого-то второго персонажа, который туда подкидывает, или я не знаю, короче. Но сейчас суд не в этом, поэтому можно просто делать так, что он внезапно появляется. И он тогда может у вас колотить дрова, они будут разлетаться, исчезать. Я не знаю, может, она опять притянулась как магнитом и опять собралась, я не знаю, я думаю, как вы решите. В конце, если вы завершаете цикл, то есть можно попробовать за цикл сделать несколько ударов, и в конце, чтобы он не перестал, ну, как бы, как-то закончил свой процесс. Финальная поза делаете, где у него топор застрял в этом пеньке, вокруг эти наколотые полежки, и, может быть, он делает какое-то еще движение, там, вздыхает или вытирает пот. Если не будете ничего спевать, то, может быть, он просто стоит с этим топором и не знает все. То есть на этом завершить. Ну, какую-то ему последнюю позу нарисовать. На что надо обращать внимание, когда будете это делать? Я надеюсь, вы сейчас зарисовали как-то вкратце эти позы себе, чтобы обозначить эти томнелы, и как у вас будет происходить это движение. На что обращаем внимание? Ну, я уже сказала, что оверлэп рук и топора, то есть они всегда идут с отставанием, всегда идут в захлест, и, ну, как бы, вот это вот лезвие топора, оно, по сути, вот как кончик хвоста, когда мы анимировали. То есть оно всегда в последнюю очередь двигается, догоняем. Второй момент важный – это контакт ног с землей. Просто очень у многих я замечала, вот начинается эта тема, что ноги начинают ползать по земле. Либо вы неаккуратно рисуете, не обращаете на это внимания, просто не отслеживаете. Либо, ну, типа, надо поставить ноги как-то по-другому. Ну, допустим, вот он, когда замахивается, вы хотите ему там отставить ногу, что он вот так вот стоит. И как бы вы это делаете, ну, не вы, а вообще, вот я видела, что делает он, ну, по идее, он должен перешагнуть ногой. Если нога оказывается в другом месте, еще носок там в другую сторону развернут, то надо сделать шаг, перешагивание. Но иногда это просто типа вот так вот ее фазуют как-то, и она такая просто поехала по земле. Это очень странно смотрится, так лучше не делать. Вот поэтому, если вы меняете положение ног, то они должны именно переступать, перешагивать. Они не должны ползать по земле. И, в принципе, если ноги не двигаются, то прямо на это обращайте внимание. Надо отслеживать, чтобы ноги у вас всегда были на одном месте, чтобы они не гуляли. Ну, это портит впечатление, как бы не дает персонажу устойчивости. Прям вот обращайте внимание на этот момент. Очень легко это сделать, если вы рисуете первую позу сначала, и потом сразу рисуете вот эту позу, как он замахнулся. И рисуете ноги в том же самом месте по лайн-тесту. И тогда все, что вы рисуете между ними, вы уже никуда с этого места не уйдете. У вас будет видно как бы первая поза и сразу третья. Это хороший способ избежать этой ошибки. Следующий момент – это то, как он держится за топор. Вы должны для себя решить, где у него правая рука, а где левая. То есть какая из них ближе к лезвию, какая ближе к кончику древка. И если вы замахиваетесь, руки не должны менять свое положение. То есть если правая ниже, она на всех рисунках должна быть ниже. Вот, кстати, здесь я наоборот нарисовала. И вот про этот момент тоже хочу сказать, что иногда это можно менять на быстром движении, потому что типа по позе лучше выглядит, если руки наоборот, ну там по силуэту, допустим, что они не перекрываются. А если вот так нарисовать, что правая выше, то по рисунку, по фигуре это выглядит лучше с точки зрения позы. Но это можно делать только если это быстрое движение. Вот если, ну не успеваешь рассмотреть, где там какая рука с какой стороны. То есть когда он ударяет вот в этом месте, когда быстро проносится, вы можете поменять хват рук. Но вот когда он поднимает вот тут вот, а это происходит, ну замах происходит медленнее, чем удар, то тут положение рук менять нельзя, иначе это будет видно, они будут перестреливать. Вот. А вообще лучше их в данной сценке в принципе не менять. Потому что если еще вы сделаете цикл, это будет прямо, ну на каждом повторении снова щелкать. Поэтому лучше не меняйте и тоже этот момент проследите. То есть прям проговорите себе, какая у вас рука, в каком месте держите за топор. Следующий момент, тоже уже про это сказала, что сквош и стрейч делаем, но уже в самой фигуре. То есть когда вот эта поза – это стрейч, он вытягивается, когда вот эта поза – это сквош. То есть он может здесь еще присесть, типа согнуть коленки. И это будет хорошо контрастировать, если у вас ноги согнуты, а руки вытянуты вот здесь. То есть такая более динамичная поза получается. У меня тут рисунки, конечно, такие совсем условные, но я надеюсь, что принцип понятен. Ну то есть здесь это вот такой мячик с включением. И это хорошо работает, когда у вас персонаж не просто машет верхней частью туловища, а он еще приседает немножко в какие-то моменты, или наоборот встает на носочке. Может, не даже, что у вас вот так вот вытянется. Я не знаю, как это решить. То есть вытягивание приседания – это прямо хорошо будет смотреться. Тоже попробуйте это сделать. Следующий момент – это линия спины. То, как он еще изгибается во время движения. Особенно вот этот вот момент, когда он опускает. То есть линия спины, она может быть согнута в одну сторону, как вот здесь, и может потом выгнуться в другую сторону. Это тоже, по сути, вот как хвост, который мы делаем, когда в одну сторону загибается, потом вот этот вот момент и в другую сторону загибается. И если представить, что вот это мячик, а вот это хвостик, грубо говоря, то тоже, типа, представьте, что хвост вот здесь идет захлестком, потому что в ту сторону движения двигается. А здесь он ударился и, типа, падает. Вот это вот происходит. То есть меняется, видите, положение спины. Тоже обращайте на это внимание, попробуйте сделать. Может быть, получится хорошо. Но такие штуки, они прям хорошо смотрятся. И, наверное, последний момент, на который тоже стоит обращать внимание, это важно, это направление взгляда персонажа. Взгляд всегда должен быть на пенек, на ту цель, которая у него есть. То есть вот на этой вот полежке. И когда он поднимает голову, у него взгляд, типа, сюда. И когда он опускает, тоже у него взгляд сюда. То есть смотрите, как у вас повернута голова. Если вы его задрали, и у вас лицо вот так вот, и он смотрит вверх, ну, это будет немножко странно. То есть все время у него вот это вот прицеливание, точка удара должна происходить. При этом вы можете в каких-то кадрах перекрывать голову руками, когда они проходят. Ну, вы даже не можете, а, скорее всего, так и будет у вас получаться. То есть в каких-то кадрах голова может быть закрыта руками. И будет не видно глаз, но все равно вы тогда в следующем кадре опять сверяетесь, что он все еще туда вот смотрит. Если взгляд будет гулять, то это будет не очень хорошо смотреться, поэтому за этим тоже отслеживайте. Вот. По комментариям, пожалуй, так. Вам тогда сейчас надо быстро решить, кого вы рисуете, придумать какого-то персонажа. Еще раз повторю, не делайте сложного персонажа. Можете кого угодно брать. Если у вас хватает фантазии, это может быть даже не дровосек с топором, а что-то другое происходит. Но главное, чтобы у вас было как бы место, куда бьет персонаж, предмет, по которому он бьет, и предмет, которым он бьет. И вот эта вот общая схема движения, она вот таким образом происходит. Если какие-то другие у вас будут, сейчас идеи родятся, то можно их использовать. Вот. Я надеюсь, вы сейчас зарисовали все уже там нейлы, и поэтому на это время сейчас уже особо не нужно тратить. В принципе, у кого это все готово, вы можете уже приступать к анимациям. Вот. Кому еще надо подумать, поискать, то дорисовывайте тогда еще раз эти позы. В принципе, я все проговорила, я надеюсь, вам хватило этого времени, чтобы зарисовать. Насчет фону тоже еще повторюсь, сделайте перспективную сетку, все-таки какую-то элементарную, чтобы у вас была плоскость, чтобы чувствовалось какое-то пространство. У меня в этот раз не хватило времени подготовиться, ну, заранее какие-то фоны сделать, поэтому я сейчас, наверное, буду этим заниматься тоже. И, в принципе, мы можем уже начинать рисовать. Вот у нас как раз почти полчаса прошло на какой-то инструктаж. Есть ли у вас какие-то вопросы? Алло, меня слышно? Да. О. У меня вопросик. Я хочу сделать зацикленную анимацию, и я вот думаю, а можно ли начать не с самого низа, чтобы он был, а чтобы топор был изначально на этом большом вот бревне, или что это? Ну, чтобы удобнее было цикл делать. Вот здесь стоит, да? Да, чтобы он сразу там стоял, и он как бы замахивается, ударил, замахивается, ударил. А то, если он внизу стоит как-то, неудобно будет, что он ударил, потом как он вниз как-то его... Не-не-не, цикл, он начинается не с первой позы, он начинается вот с позы после удара. То есть после вот этой позы вы... А, то есть он один раз замахнулся, ударил, а тут уже можно... Да, то есть начало сценки вот из первой позы начинается, и вторая подготовка. А после удара, после пятой позы вы приходите к третьей обратно. То есть вы не через первую приходите, а через дополнительную. Хорошо. Не знаю, как её назвать. И она идёт к третьей. То есть тогда цикл у вас получается. Спасибо. Так всем всё понятно, в принципе? Ну, вроде да. Хорошо. Да, только мы всё всё равно не сделаем, как ты объяснила, что там спустим обязательно. В голове всё ясно, на деле. Ну, посмотрим, как будет работать это всё. Так что можем начинать. Я вот просто не знаю ещё, как мне рисовать, типа мне остаться на связи и что-то комментировать, или всё-таки отключу звук и буду рисовать под музыку. Просто если выкладывать запись, я не понимаю, как лучше это надо сделать. Я пока не определилась. Ну, хорошо, что мы будем видеть, как ты будешь делать это, нам будет в помощь. Ну, в принципе, да. Просто я не знаю, надо ли мне что-то ещё при этом говорить, потому что я на самом деле не очень люблю говорить, зато это ещё стример. Ну, мне кажется, будет неплохо, если, ну, все выключат там микрофон и спокойно под свою музыку. Если кому-то что-то понадобится, он либо в чат напишет, либо что-то скажет. Да, или что, да, вы можете включать микрофон и говорить, потому что, в принципе, у меня звук остаётся, просто оно у меня не слышно будет. Окей, давайте так. Ещё раз повторю, что разные слои должны быть. Фон слой, пенёк слой, полежка и дровосик. Поехали! Поехали, время пошло.